Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наши ежедневные разговоры о самочувствии российского бизнеса. Ну и бизнесменов, конечно, потому что это важно. Сегодняшняя тема – перспективы российских брендов. Как заявать потребителя на высококонкурентном рынке. Вот, кстати, обязательно мы поговорим об этом, насколько он высококонкурентен, этот рынок. Ну и насколько востребованы бренды. Сегодня надо уточнение небольшое сделать. Мы сегодня будем говорить о рынке одежды. И у меня в гостях председатель совета директоров компании «Модный континент», управляющий сетью магазинов «Инсити» Александр Попов. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Олег. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии, телефон прямого эфира 6510-99,6. Для этого есть адрес сайта финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. И у меня к вам просьба. Поделитесь собственными наблюдениями, насколько вообще российские бренды в формате одежды востребованы нами, с вами, как российскими гражданами, прежде всего. Я бы обратился к вам с просьбой ответить на такой вопрос. Сколько уж мы сегодня говорим об одежде. Скажите, пожалуйста, уважаемые слушатели, чем вы руководствуетесь прежде всего при выборе одежды, когда идете в магазин за необходимой покупкой. И вот три варианта я предложил. То есть вы смотрите на ценник прежде всего, соответственно, исходя из собственного бюджета. Вы определяете качество этой самой одежды. То есть вас прежде всего привлекает практичность того или иного предмета. Либо вы смотрите на бренд, на марку, на название. И в этом случае прежде всего делаете акцент на статусность. Вот такой вопрос у меня к слушателям. Пишите, звоните. Мы начинаем разговор с Александром. Саш, ну два слова буквально. Что такое магазины InCity? Что такое компания Модный континент? Как они родились? И, собственно, как это? Хорошо. Компания Модный континент была образована в 2004 году. И на настоящий момент представляет на рынке российском в основном бренд InCity. Это бренд женской одежды в демократическом ценовом сегменте. Некоторые называют это масс-маркет сегмент. Но я называю это фэшн по доступной цене. Скажем так. Слово фэшн в смысле мода, да? Да. Имеется в виду, что это все-таки изделие, это тем более для дам, но модное. Ну, конечно. А как оно может быть немодным? Потому что мы любим наших дам. Естественно. А дама любит нас, поэтому и покупает. Логично. А компания InCity работает не только на территории России. Мы работаем на территории Украины, на территории Казахстана и на территории Белоруссии в настоящий момент. И планируем расширять свою экспансию и дальше. В настоящий момент на территории России и этих трех стран, которых порядка 380 магазинов мы открыли. То есть это достаточно широкая сеть. Широкая сеть, безусловно. Да. Мы практически стоим в каждом торговом центре. Поэтому потребитель нас может легко найти и насладиться. Причем я сейчас вспоминаю сразу свое недавнее посещение одного из торговых центров. И это название мне знакомо. Не помню, какого. Но это не судьба. Ну, да. Мы есть практически везде. Практически везде. Наш бренд очень любим и узнаваем потребителями. И, соответственно, он интересен для девелоперов. Потому что наш рынок в основном развивается через строительство торговых центров. Где наши потребители находят не только шоппинг, но и систему развлечений для себя. Это кинотеатры, ресторанчики, кафе, боулинги, детские клубы. Сейчас в хорошем смысле слова стало традицией на выходных посещение торгового центра. Ну, а что еще делать? Что еще делать? Помимо шоппинга? Особенно в холодный климат. Совершенно верно. С семьей можно сходить. Холодную погоду, да. Кому-то по магазинам, кому-то посидеть в кафе, кому-то в кино сходить. То есть развлечения для каждого села семьи можно. Да, для женщин мы свои развлечения предлагаем. Потому что основное, как я всегда говорю, для женщины покупка это не функциональная вещь, а получение удовольствия, какая-то мелкая радость от покупки кофточки или платья, обуви или блузочки. В основном это такое снятие психологической нагрузки после тяжелых трудовых будней. Кстати, я предположу, что не случайно именно ценовой сегмент, да, вот, который ты говорил, масса, так называемая, да? В этом случае большее количество представителей с прекрасным полом может получить хорошие эмоции. Да, когда мы затевали наш бренд, мы как раз ориентировались на то, чтобы выполнить свою миссию и сделать одежду более доступной и с тем, чтобы наши девушки и женщины выглядели прекрасно и могли это позволить себе за те деньги, которые они зарабатывают. В общем-то не очень большие в России, как принято там, оклады и доходы не очень высокие. К сожалению, к сожалению. Ну, а теперь вот вернемся к наименованию темы. Прозвучало слово «высококонкурентный рынок». Так ли это? Причем мне очень интересно услышать твое мнение по поводу рынка российского, прежде всего, да? Российских брендов. Да, совершенно верно. Ну и наверняка есть некая конкуренция и зарубежными производителями. Да, но вообще в основном на нашем рынке, на российском рынке представлены западные марки. Да, потому что российских марок их по пальцам пересчитать. Их не более 10 марок на российском рынке. Это связано с тем, что вот в постперестроечный период, да, как известно, мы практически уничтожено было, да? Ну, в частности, легкая промышленность. Но у нас и не было этой индустрии, да, потому что легкая промышленность – это не только производство изделий из тканей, а это брендинг, формирование брендов и так далее. Там западный рынок развивался уже достаточно давно, 30-40 лет назад. Да, десятилетия. Формировались первые бренды, которые пришли сейчас в Россию и представляют. Вот с ними мы в основном конкурируем, потому что таких игроков мужественных, чтобы развивать собственные бренды, формировать, скажем так, собственные бренды в России, нашлось немного. Мы одни из них. Ну, кстати… Этим мы гордимся, что… Это безусловный повод для гордости, я хочу это подчеркнуть. И тем не менее, вот основные причины в чем, что нет так много решительных граждан? Да, основные причины – это то, что, во-первых, эта индустрия, она не развита. Нет специалистов ни в дизайне, ни в технологии, нет этого института. Ну, то есть специалисты есть, но это так кустарно все выглядит, да? Это все кустарно, да. Это все такое средней руки, да. Это не сравнить с западными специалистами, с западными школами и так далее, да. Плюс среда обитания для дизайнеров, она немножко у нас другая, менее свободная, чем в странах Европы, в Америке, в Англии и так далее. Там люди более свободомыслящие, скажем так, поэтому это влияет на уровень дизайна, который они могут… То есть я правильно понимаю, мы говорим о свободном мысли не в узком сегменте, а именно в личностном характере. Опять некая ментальность, да, присутствует? Да, да, да. Более зажатые у нас люди все-таки, мне кажется. Это влияет, да. Это раз. Во-вторых, совершенно не развита индустрия легкой промышленности. То есть нет ни производства ни ткани, ни фурнитуры, ни финишных отделок, варок, красок и так далее. То есть это, в принципе, ничего нет. Несмотря на то, что у нас долгое время существовала достаточно высокая пошлина. То есть пошлина на импортную одежду, на импорт одежды составляла 20%. То есть это давало преимущество отечественному, вроде бы, производителю, которого и нет. На самом деле эта пошлина просто оплачивалась гражданами, потому что не секрет, что цена на одежду у нас достаточно высокая. Это одна из причин наличия пошлины. Я не знаю, зачем ее берут. В принципе, никакая легкая промышленность у нас не развивается. Но при этом одежда стоит дороже, чем в странах Европы. И вот эти ценники, которые мы видим в магазине на импортную продукцию, там еще 20% пошлины. В основном это импортная продукция. В основном это импортная продукция. Все вот эти разговоры, что, так сказать, это также вот еще вторая проблема, это влияние курса рубля к иностранным валютам. Когда рубль дешевеет, соответственно, нам кажется, что мы теперь, российский производитель, будет... Да, в референциях. Да, в референциях, да. И больше просто сместиться в сторону российского производства. Которого там 80-90% у нас в стране, он просто начинает расти. И в рублях в том числе, да? Да, ну в рублях, естественно, он начинает расти. Поэтому простой потребитель просто проигрывает. У него все меньше и меньше денег остается на то, чтобы он там мог позволить себе одежду. От продуктов питания он не может отказаться, ну в силу того, что это там необходимое потребление. А вот дальше вторые там одежда, там техника или еще что-то. Все импортное, и все становится дороже. Вот. Так, вопрос у меня вылетел из головы, когда мы говорили... А, вернемся к конкуренции. Да, да, да. Нет, я просто комментирую вот то, что ты говоришь. И, по сути, есть некие экономические взаимосвязи. Ну вот, в частности, да, когда меняется курс национальный, иностранная валюта по отношению к национальной. Естественно, получаются некие смещения. Импорт становится менее выгодным, экспорт становится более... Ну да, но у нас в основном на экспорт это ресурс. Да, 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 я веду к тому, что это все работает, но не у нас. У нас это не работает потому, что у нас просто нет... Ну просто мы на экспорт отправляем нефть, а на импорт привозим товар в народном употреблении. Поэтому для народа это все становится просто дороже. Просто дороже. Да, это некая демагогия и рассуждение на том, что мы защищаем якобы российского производителя. Которого нет. Реально это все не так. Вот, собственно, ключ, да, к ответу на этот вопрос. Ну еще по пошлинам я бы хотел тоже немножко остановиться. Саш, давай мы так сделаем. По пошлинам обязательно мы поговорим. Сейчас сначала послушаем новости на Финам. Финам. Потом продолжим. Уважаемые слушатели, продолжаем эфир. На Финам. Финам. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему российских брендов, ну все, что связано с одеждой, по крайней мере, торговой марки. В гостях у меня Александр Попов, председатель совета директоров компании «Модный континент» и управляющий сетью магазинов «Инсити». Саш, ну, собственно, ушли мы на новости. Ты начал интересный рассказ о формировании пошлин, да? Если коснуться пошлин, то сейчас пошлину снизили до 10%. Но при этом существует весовая составляющая, то есть не менее столько-то евро за килограмм. При этом получается интересная вещь, что товары, которые более дешевые, они как раз попадают под ограничение по весовой составляющей. Поэтому в процентном выражении пошлина на эти товары становится высокой. Вот мы, например, так как мы хотим предложить демократическую цену для наших потребителей, более доступным сделать наш товар, мы его, соответственно, производим недорого и платим пошлину в среднем 16%. Что, соответственно, мы находимся в менее конкурентной, скажем так, позиции относительно брендов средней или высокой ценовой категории, которая, по сути, платит 10%. То есть это уже в основном наши массы как раз попадают на население, что им приходится платить. Получается, да. Мы же перекладываем это в цену, соответственно. Что им приходится платить. Это чья недоработка, скажи мне, пожалуйста? Это государственные структуры, да? Да, и надо работать нашим, функция пошлина это правительство, да, соответственно, правительство должно понимать, если оно хочет сделать для граждан России товары, такие как одежда, вот, ввиду отсутствия у нас собственного производства на территории Российской Федерации, да, соответственно, я думаю, что пошлину надо снижать тем самым, потому что это же не только там пошлина, а пошлину еще НДС накручивает, да, там, поэтому мы все спрашиваем, почему у нас такая дорогая одежда, почему мы едем в Европу и покупаем это все в два раза дешевле. Ну, просто надо снижать пошлину, там, не знаю, как с НДС, но, по крайней мере, пошлину на одежды я бы давно уже снизил. Это позволило бы домохозяйствам сохранить определенный бюджет, позволило бы покупать немножко больше. Жизнь стала бы лучше простых граждан. Государство не потеряло бы. Да, да, к чему мы, собственно, и стремимся каждый раз, когда говорим, по крайней мере, в текущей ситуации. Если вернуться к конкуренции, то конкуренция достаточно плотная. Ну, вот, все бренды, и российские, и немного. Ну, мы даже берем вот этот ценовой сегмент, да, о котором ты сегодня рассказываешь. Вот, и в этом ценовой сегменте чувствуется плечо рядом бегущего. Да, 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 все бренды уже здесь присутствуют. Если наш ценовой сегмент, это H&M, Zara, здесь эти компании присутствуют. И InCity стоит с ними в дверь в дверь, конкурирует достаточно спокойно. Вот, очень наш бренд привлекательный с точки зрения девелоперов. Они давно разглядели в нашем бренде такого якоря, да, поэтому всегда хотят, чтобы мы присутствовали в их торговых центрах. Всегда приглашают, идут нам на встречу по уровню арендной ставки, потому что понимают, что такой бренд, как InCity, трафикогенерящий, трафикообразующий, он обязательно должен быть в торговом центре. Предлагают нам прайм-места, вот, мы, в принципе, довольны. Но это совмещение наших усилий, нашей силы бренда и, так сказать, желание торгового центра привести людей в торговый центр. Вот, интересный меня еще вопрос всегда интересует. Ну, вот мы определились, да, что существует жесткая конкуренция все-таки, да, в определенном ценовом сегменте. И, тем не менее, мы говорим о том, что InCity, в частности, это бренд российский, и рядом стоит, ну, неважно, как он называется, бренд иностранный. А как настроен наш российский потребитель с точки зрения выбора? Если примерно одно и то же, примерно за одну цену, все-таки в какую дверь он войдет? Ну, визуально, я думаю, что российский потребитель не всегда может отличить, там, российский это бренд или не российский бренд. Согласен. Это раз. Во-вторых, вот мы позиционируем себя как компанию глобальную, потому что мы используем не только российский дизайн. У нас работают и американские дизайнеры, и итальянские дизайнеры, и французские дизайнеры. Вот, и, в принципе, сорсинг, производство мы заказываем во многих странах, глобально по миру. Поэтому, по сути, кроме как, так сказать, то, что компания зарождалась в России, и основной состав акционеров – это российские граждане. Вот, она, так сказать, от западной компании, наверное, ничем не отличается. Ничем не отличается, да. То есть, мы работаем по тем же стартам, по тем же технологиям. Вот, единственное, нам, наверное, удается более хорошо узнать, узнавать российского потребителя. Потому что мы сфокусированы именно на российском рынке. А там остальные компании международные, они работают на глобальных рынках, и, соответственно, у них есть некоторые потери. Они меньше делают пуховиков и дубленок, наверное, да, чем мы. Конечно, меньше, да, потому что они не понимают, в чем прелесть российского рынка, да, что нужно российскому потребителю. Кстати, вот, если говорить о том, что вы по духу, да, я так понимаю, по духу, там, по мышлению, как говорят в таких случаях, ближе к отечественному потребителю, вот, в компании работают исключительно россияне, ну, я имею в виду наши сограждане. Да, большинство сотрудников компании – это российские граждане, да. Вот, за исключением, я говорю, это функции ресорсинга, это иностранные, там, граждане, и дизайн тоже, иностранное, там, бюро работает на нас в том числе. У нас есть ряд лицензионных контрактов с Диснеем, например. А что, поподробнее, если можно, что за контракт с Диснеем может быть? Ну, мы покупаем лицензионный продукт, это, в основном, принты на майке, на футболке, да, компания Дисней, Warner Brothers, вот, и, соответственно, они нам дают право продавать продукцию с их изображениями. Ну, давай вернемся опять вот к разговору о сравнительных характеристиках, в чем, ну, может быть, даже не с точки зрения производства, да, а с точки зрения маркетинга или с точки зрения подачи. Вот чем отличается иностранный бренд от российского? То есть на что, прежде всего, обращаем мы внимание, ну, вот, на практичность ли, на цену ли, и на что обращает внимание иностранец? Ну, многие российские бренды обращают вопрос на цену, да, это, наверное, правильно, потому что, ну, страна большая, народу много, особенно в регионах, доходы населения не очень высокие, да, и если ты хочешь делать экспансию в регионы, то приходится предлагать товар по доступной цене. Ну, это и правильно, наверное, это и миссия нашей компании, да, сделать такой удобный массовый бренд для всех потребителей. Вот, с точки зрения, в основном западные компании обращают на брендинг, это качество бренда, фокус бренда, позиционирование бренда, что, на мой взгляд, российские компании, чему российские, меньше внимания, да. В основном это, там, цена, например. Вот, мы, как компания, тоже уделяем много внимания именно брендингу, чистоте продукта, чистоте позиционирования и так далее в последнее время. Ну, вернемся к тому, с чего мы начали, да, вот, в частности, компания InCity, это определенный ценовой сегмент. Да. Сеть достаточно широкая, да, то, что ты сказал, там, больше 300 магазинов. 380. 380 магазинов, действительно. Вот, ну, и, я не знаю, поправь меня, если это не так, то, в принципе, InCity, вот, свою нишу, да, вот, так сказать, в определенной, в определенной сегменте, в определенной отрасли он занимает. Конечно. Есть ли смысл, во-первых, и, во-вторых, есть ли перспективы того, чтобы развиваться в том плане, что переходить на следующую ступеньку, ну, ценовую, я имею в виду, да, предлагать одежду, я не знаю, там, более дорогую, более элитную, более, я не знаю, там. Нет, ну, это как традиционная пирамида, у нас работают все сегменты, на самом деле, в стране, и люкс-сегмент, ну, это узкая часть пирамиды, соответственно, средний сегмент тоже востребован, тоже хорошо работает. И нижняя часть пирамиды, сегмент, там, по удоступнице, не назовем, вот таким, вот, он тоже, тоже работает. Ну, вот вы где, в какой части пирамиды? Мы в нижней части, в нижней части пирамиды, да, вот, потому что, опять же, повторюсь, миссия наша, это донести одежду, даст ее возможность купить всем, всем женщинам. Россия, ну, в определенном, да, в определенном сегменте, конечно, да, вот, поэтому мы работаем там, и все, в общем-то, сегменты, они хорошие, да, рынок, в принципе, есть, только надо уметь работать, уметь конкурировать, вот, но, прежде всего, мы нацелены не на то, чтобы зарабатывать деньги, да, то есть, сначала у нас мы хотим выполнить свою миссию, да, предложить одежду, такую, которая понравится потребителям, и людям, людям она нравится, мы читаем, блоги, и там достаточно много позитивных отзывов, вот, люди восхищаются, и так далее, это, прежде всего, приятно. Вторым эшелоном приходит успех, ну, финансовые компании, да, соответственно, если это так, то потребитель благодарит тебя деньгами, да, и, соответственно, там, компания доходная, нормальная компания. Это здорово. Тогда еще вопрос, который мы начали обсуждать, вот, та самая проблема с развитием отечественной промышленности, ну, вот, по крайней мере, да, если мы говорим о легкой промышленности. Да, здесь я лично не вижу перспективы в этом, почему, не потому, что у нас там страна такая, так сказать, сложная, да, что ни делать, ничего не получается, вовсе не так, просто идет мировая тенденция глобализации каких-то вещей. Вот, с точки зрения легкой промышленности, рынок уже давно определился, да, это страны Юго-Восточной Азии, вот, они производят практически на весь мир, и Штаты, и Европа, там, 90% своей продукции производит в странах. То есть, я правильно понимаю, изначально, вот, если даже, там, я не знаю, какую-то государственную программу сейчас принять, вот, с точки зрения, ну, у нас достаточно часто, да, поддерживают ту или иную отрасль, вот, программа поддержки отечественного производителя. Нет, я думаю, что здесь вряд ли получится, потому, что, там, при всей развитии этих индустрий в других цивилизованных странах, они, там, тоже не выдержали конкуренции, в принципе, все производства переместились в Юго-Восточную Азию, поэтому, это, так сказать, идти против течения, ну, не знаю, там, мне кажется, бесперспективно. Ну, у нас есть другие отрасли интересные, да, которые, там, и автомобильная промышленность, и металлы, там, и, так сказать, и технологии, в принципе, да, вот, поэтому, я думаю, что это не тема для поддержания легкой промышленности. Единственное, что могло бы сделать государство, это, действительно, снизить пошлинг, тогда, ба, просто одежда для граждан России стала бы дешевле, и все, и они бы, там, могли бы, позволить, может, себе, там, аренду квартиры дополнительной, да. В смысле, еще одну квартиру арендовать? Ну, так сказать, более высокого качества, ну, куда-то перераспределить бюджет, скажем так. Нет, ну, в любом случае, я думаю, да, свободные деньги не остались бы не реализованными. Да, я думаю, граждане были бы благодарны. Естественно, естественно. Кстати, вот мы все время говорим о том, что, да, ну, и, в частности, вот, сегодняшний разговор, это подтверждает, что многие вещи производят в Юго-Восточной Азии, Китае, в частности, да, там, рядышком. Да. Это, прежде всего, с чем связано? С дешевизной рабочей силой? Да, с дешевой рабочей силой, раз, и с дешевым сырьем, как ткань, да, ну, опять же, это дешевая рабочая сила. Плюс это, конечно, очень трудолюбивая нация, да, поэтому они работают без выходных с 8 утра и до 11 вечера. Поэтому у них там растет экономика, все получается. Да, да, и в этом случае, да, стоит говорить опять, что вряд ли кто-то составит им здоровую конкуренцию. Да, 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 но... Опять на уровне ментальности. А, да. Саш, я прошу прощения, сейчас мы еще новости послушаем. Итак, мы продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, на Финам.фм, простите, бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев. Я еще раз напомню, телефон в студии 6510-99,6, сайт компании финам.фм. Разговор сегодня касается перспективов российских брендов. Бренды, сегодня мы обсуждаем, по крайней мере, тему бренда, связанных с одеждой, да, с легкой промышленностью. Вот, ну и обсуждаем, естественно, проблемы конкуренции на этом рынке, как остаться на плаву, как завоевать потребителя. Представлю еще раз моего сегодняшнего гостя. Это Александр Попов, председатель совета директоров компании «Модный континент» и управляющий сетью магазинов «Инсити». Управляющий сетью магазинов «Инсити». Ну, давай, собственно, мы продолжим рассуждение по поводу того, из чего складывается, да, успешный бизнес вот в этом сегменте. Помимо того, что есть некая миссия, ориентированная на определенный ценовой сегмент, да, и так далее. Ну, факторов успеха много, на самом деле, да. Первое, это важно, так сказать, выбрать правильное позиционирование и сделать хороший бренд, это первое. Второе, чтобы ты мог, так как мы строим сетевую компанию, да, ты мог развиваться, и у тебя были точки для открытия, то есть физические магазины, чтобы ты мог приблизиться к покупателям. Кстати, вот мы говорим сегодня о том, что многие вещи, да, ну, учитывая, что мы в глобальном мире живем, многие вещи, они вот, так сказать, такие, я бы сказал, многоярусные, что ли. Это сейчас такая тенденция, это сейчас такая реальность, что подобный бизнес, он сразу же выстраивается в сетевую модель какую-то. Ну, в общем, да, да, это стандартная модель для... То есть эксклюзивный магазин какой-то, да, где я буду шить какие-то супер-брюки, только я. Это другой сегмент, это более дорогой сегмент, да, это более другой бизнес. Вот, поэтому наше развитие зависит от развития торговых центров. Модель России пошла по пути строительства именно торговых центров, там разные есть модели, вот именно мы движемся в направлении строительства торговых центров, и в основном точки продаж магазина представлены именно в торговых центрах, да, это такой... Центр сбора людей, как интетеймента, так и каких-то развлечений, так и, так сказать, покупок. Вот, развлечения, конечно, такие, ну, не архи-сложные, да, все очень просто. Ну, массовые, опять можно говорить, да. Кому шоппинг, кому, так сказать, боулинг, кому... Хлеба и зрелищ, как говорили в таком случае, да. Да, да, ну, это, наверное, нормально, да. Это нормально, безусловно. Вот, поэтому, так сказать, торговый центр... Пока, пока, вот, на данный момент рынок именно, с точки зрения, если говорить об аренде, рынок именно арендодателя. Спрос достаточно высокий на помещение, поэтому арендодатель выбирает. То есть, забавно, вот, по поводу, мы заговорили торговых центров, девелуммента, и, соответственно, спрос в предложении, с этой точки зрения. Вот я многократно, ну, для себя, по крайней мере, отмечал это с таким странным чувством. Проезжаешь, ну, обычно это, да, либо спальный район, либо это какой-то ближесть к метро, чтобы проходимость была, это понятно. Все, проезжаешь мимо этого самого метро, где, а, уже стоял торговый центр, где, б, с другой стороны, построили торговый центр, и где, с, на противоположной стороне, строится еще один торговый центр. Да, ну, все меряется количеством торговых метров на количество населения. Пока для нашей страны этот показатель ниже, чем в Европе, в три раза. Да, поэтому, так сказать, просто метража для торговых центров не хватает. Вот, несмотря на то, что и спрос достаточно низкий со стороны потребителей. Не так много народу по магазинам уже стоило ходить. Да, да, но все равно этот показатель, то есть баланс вот этого, так сказать, низкого спроса и, опять же, низкого предложения дает, так сказать, арендодателям возможность пока занимать более лучшую позицию, чем рынок арендаторов, скажем так. А вот тебе, как, ну, в какой-то степени потребителям услуг девелопера. Да, нам повезло, потому что мы сделали хороший бренд, и торговые центры нас хотят, как говорится, да, поэтому они нам не выкручивают руки по верхней планке, так сказать, аренды, да, хотят нас видеть, дают нам хорошие места, дают нам комфортную, так сказать, арендную ставку. Вот можно представить такую ситуацию, что вот, ну, картина, о которой я рассказывал, когда вокруг, там, какого-то, какой-то станции метро, три практически, да, похожих торговых центров, и во всех трех будет твоя марка. Да, мы предпочитаем, в принципе, вставать везде, везде мы востребованы, поэтому мы вставим везде. И еще надо понимать, что торговые центры, у них есть тоже свой цикл жизни. Раньше они были такие, с низкими потолками, с плохой освещенностью, сегодня они, так сказать, в мраморе, с фонтанами и с широкими коридорами, да, и так далее. Поэтому те немножко начинают, так сказать, загибаться, скажем так, а это начинает оттягиваться на себя. Ну, кстати, те, которые были с плохим освещением, они сейчас делают, да, ремонт капитальный. Ну, соответственно, да, жизнь течет, слава богу, что жизнь заставляет меняться атмосферу. То есть в этом смысле надо говорить о конкуренции внутри, да, вот этого? Да, там тоже есть своя конкуренция, да. Я понял. Ну, и мы возвращаемся к успешности бизнеса. Понятно, что в основном, наверное, в основном, да, это успех этот зависит от того, что вы предлагаете, да, как вы это делаете, по какой цене вы это делаете, какое качество это делаете. Ну, и в том же... Да, какая маркетинговая поддержка, как мы продвигаем это все. Это все много связанных вещей. Насколько коллектив внутри компании заряжен, да, скажем, насколько они сплоченно работают, насколько... Всегда очень интересно, и тем более мы этой темой сегодня коснулись, отсутствие профессиональных кадров, оно практически везде, вот как, о чем бы мы ни говорили в этой студии, с кем бы мы ни встречались, а с бизнесменами, и всегда проблема, одна из главных проблем, номер один, номер два, это профессиональные кадры. Вот каким образом ты набираешь себе команду, да, и они же должны быть профессионалами, прежде всего. Ну, в основном у нас проблема профессионала, голода пока с кадрами, это в сфере именно тех специалистов, которые занимаются дизайном, да, в силу того, что у нас нет институтов, которые готовят высококачественного дизайна. Поэтому мы растим, так сказать, их внутри компании, так сказать, они взаимодействуют там с иностранными дизайнерскими агентствами, там у них набираются опыта и, соответственно, начинают подтягиваться. Ну, то есть человек пришел тебе там на какую-то начальную, да? Да, да, как стажер, да. Да, как стажер, потом ты, естественно, его каким-то образом обучаешь. Внутри компании существует экспертиза, соответственно, его к наставнику присоединяет, он вместе с ним какое-то время работает, полгода, может быть, даже год, вот пока он, так сказать, не почувствует в себе уверенность в том, что он суперчеловек. Суперчеловек, это важная уверенность, это даже дизайнер, я согласен. А хорошо, помимо дизайнеров, остальное, да, кадровый голод наблюдается? Остальные сферы как-то меньше, да, как-то меньше. То есть все-таки, так сказать, институты есть, и люди меняются, и конкуренция заставляет людей быть более профессиональными, скажем так. Поэтому здесь мы, наверное, не испытываем таких серьезных проблем. Да, наверное, так сказать, профессионалы стоят недешево, скажем так. Ну, в этом случае мы говорим о профессионалах, и, скорее всего, подразумеваем профессионал, которого сможем за рубежом приобрести, наверное, где-то, да? Ну, мы не практикуем. Мы не практикуем, считаем, что в своем отечестве есть специалисты, которые не подведут компанию, да, и приведут ее к победе, да. Это та самая история с футбольной сборной, наверное, да, когда мы все в огромном отечестве, да, ищем этих 11 человек, и все никак не можем найти. Консультанты, да, консультанты, да, иногда, да, да. Я понял. Смотри, мы возвращаемся опять, да, к проблеме конкуренции на этом рынке. Основная проблема, точнее, основная конкуренция, насколько я понял, это с иностранными брендами. Вот с точки зрения перспектив развития этой отрасли, вот что ты видишь? Впереди. Российских брендов будет больше или по известным причинам постепенно вытеснять их будет? Если там в 2004 году, когда мы заходили на этот рынок, ситуация была более свободная, вот, то сейчас конкуренция достаточно жесткая. Она более свободная за счет чего? Не было нашего и не было еще много иностранцев? Вот, и раньше торговые центры давали, так сказать, места и сдавали в аренду там малоизвестным брендам, сейчас уже картинка поменялась. То есть, если ты неизвестен, если ты хочешь создать новую компанию, новый бренд, ты просто не сможешь арендовать места в торговом центре, потому что ты неизвестен на этом рынке. Либо это будет какой-то труднодоступный торговый центр, да? Ну, где-то да, да, где вряд ли будет успешен твой магазин, опять же. Да, потому что и смысла затевать его нет, это очевидно. То есть, другими словами, вот, перспективы развития, да, российского бренда, вот, видятся таким образом? Сложно создавать, да, сложно создавать, сложно заходить на рынок сейчас. Поэтому даже, если производить, опять же, в Юго-Восточной Азии, то тебе минимум для того, чтобы иметь канал избыта, минимум нужно иметь 30 магазинов, чтобы ты смог разместить просто заказ. Вот, поэтому это достаточно такие барьеры, входы тяжеловатые. Теперь вернемся, поскольку мы говорим об одежде, вернемся тогда давай к теме, непосредственно связанной с модой. С модой. Мода вообще вещь такая ненадежная, вещь, да, неуловимая порой. Вот, насколько вы следите за какими-то тенденциями, или все же тот ценовой сегмент, о котором мы говорим, да, вот, в котором вы работаете, он не так уж и притязательен с этой точки зрения. Хотя понятно, что, я надеюсь, наши слушатели сейчас не будут на меня в обиде, безусловно, да, все, что они покупают, это модное и это самое новое. Но для вас, насколько это принципиально? Нет, мы следим, конечно, за модой, мы следим за всеми показами. У нас есть даже часть коллекции, она небольшая, но часть коллекции, которую мы фактически там после показов презентуем в наших магазинах. Вот, поэтому мы считаем... Подожди, у вас собственные показы? Нет, это вот проходят подиумные показы, марк предпорте, вот, и, соответственно, мы все эти показы смотрим внимательно, улавливаем там новые интересные вещи и, соответственно, тоже разрабатываем их в очень коротком цикле и презентуем это в наших магазинах в том числе. А как выглядит эта презентация? Ну, это отдельная часть... Нет, это, нет, я имею в виду, просто вешаем на, так сказать... Вот это вот новая коллекция, да? На полке, да, кладем. То есть это новая коллекция, новые свежие тренды, новые принты, новые формы, новые цвета. Да, и вот то, что, так сказать, последние показы мы тоже презентуем в наших магазинах. Поэтому, так сказать, потребитель, кто предпочитает демократическую цену, демократичную цену, соответственно, может тоже, так сказать, насладиться моделями. Моделями или быть некому русле все-таки, да? Потому что есть вот эти вот... Да, но вообще, конечно, отличается спрос в дорогих марках и в дешевых. Вот в чем отличие кардинально? Ну, в дорогих марках люди, как правило, следят за модой и, там, так сказать, последние тренды сильно востребованы. И они готовы за это платить супер-премиальную цену. Вот когда это, так сказать, через несколько месяцев появляется в основном в марках по более демократичной цене, там неизвестно, как это себя поведет. Потому что там другие законы, законы такого массового спроса, такого массовых тренда. Да, это может не совпасть с модой на подиумах. Ну, и, наверное, как правило, не совпадает, потому что то, что показывают на подиумах, все-таки это, опять-таки, вещи такие... Да, они такие интеллектуальные и, так сказать, может быть, не всегда понятные простому потребителю. Понятные и такого точечного, я бы сказал. И поэтому они немножко трансформируются. То есть вы этим занимаетесь? Да. Вы увидели что-то, вот, так сказать, на подиуме, но понимаете, что... Мы, соответственно, можем трансформировать моду в те модели, которые мы представляем. Для того, чтобы это было востребовано, так сказать, большим количеством людей. Вот, вот об этом речь, да? То есть своими силами вы это делаете, для этого у вас тоже есть специалисты. Да, ну, и у нас есть понятные технологии, как это делать. Да, и наши специалисты знают, как, меняя как мода от подиумов, перетекает в моду для широкого потребителя. Ну, да, наверняка, да, ведь это все действительно взаимосвязано. Да, это очень интересный бизнес, да. Ну, в том плане, что он очень творческий. Да, да. Он очень творческий. В этом случае, скажи, пожалуйста, как часто у вас происходят, ну, не показы, конечно, да, вот обновления коллекции. Исключительно так, как это происходит там, на что вы ориентируетесь, или у вас какие-то собственные идеи? У нас даже чаще. Мы коллекцию презентуем, новую коллекцию мы ежемесячно презентуем в наших магазинах. Ну, она действительно новая, или так в хавычках? Нет, это новая, абсолютно новая коллекция. Каждый месяц к нам новые поставки приходят каждый месяц в магазин. Абсолютно новая коллекция, да. Ну, то есть, там принципиально есть какие-то различия, или как? Ну, конечно, да. Это не... В автомобильном бизнесе рестайлинг, да, фары поменяли, вот вам новые виды. Нет, у нас есть часть базовой коллекции. Саша, извини, сейчас еще новости мы послушаем потом. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Александр Попов, председатель совета директоров компании «Модный континент» и управляющий сетью магазинов «Инсити». А разговариваем мы о перспективах российских брендов, брендов одежды прежде всего, потому что именно этим занимается Саша. Говорим о жесткой конкуренции в этом сегменте рынка. Ну и ушли мы на новости, да, вот немножко вернемся еще к этому. Поговорили о том, как вроде бы, да, достаточно бюджетный сегмент, тем не менее, следует за модой пред-апорте, ну или как-то... По-другому быть не может, потому что женщины, они любят моду. Поэтому приходится внимательно следить за всем и соответствовать последним тенденциям, последним трендам, освежаясь все время коллекции. То есть сколько бы, да, это обнова не стоило для дамы, да, все равно она прежде всего должна быть модной. Конечно, да. Модной, нравится, да. Потому что это не просто одежда, это модная одежда. Модная и одежда для женщины. Кстати, вы исключительно на женской одежде все-таки фокусируетесь? Да, пока, да, у нас есть планы по расширению линейки и выводу мужской коллекции, но это планы, там, 14-15-го годов, да. Ну, тем не менее, эти планы уже есть, и наверняка вы, как минимум, да, какую-то интеллектуальную, а может быть даже и непосредственную техническую работу ведете. Да, разработку коллекции мужской мы потихонечку начинаем. Вот мне бы хотелось поговорить с тобой о том, в принципе, да, ну, опять мы говорим о российском рынке, насколько это благодарное, благодарное, выгодное, благодатное дело торговать одеждой для мужчин. Так ли они привередливы, так ли они в этом случае избирательны? Мы пока не торгуем одеждой для мужчин. Но, тем не менее, какой-то маркетинг у вас есть? Какое-то время назад мы делали исследование, и, в принципе, мужская одежда не очень была востребована. Не очень? Да, не очень, да, потому что, ну, не было культуры, наверное, одеваться у наших мужчин. Это какое время назад? Это вот как раз там 2005 год, например. Вот, сейчас ситуация меняется, да, мы посмотрели, и спрос в мужском сегменте тоже возникает. Мужчины начинают привыкать покупать себе новую-новую одежду. Привыкать к нормальной одежде. Да. Кстати, если вспомнить то, о чем мы говорили, основная конкуренция из-за рубежа, так вот я, ну, вспоминая, может быть, да, собственный опыт какой-то, в этом сегменте тоже, если брать основной набор марок, там обязательно есть и женская, и мужская, и, очень часто, и детская одежда. Да. Это говорит о том, что вот, собственно, там, да, за бугром эта культура уже есть, и эта культура предлагается российскому. Ну, мы, наверное, ничем не будем отличаться в ближайшее время. Я думаю, что у нас все-таки больше европейская страна становится, чем азиатская, да, вот, поэтому я думаю, что все те тренды и тенденции, которые уже там случились, у нас тоже придут и будут работать. Вот, соответственно, мужская одежда пользовалась спросом в более дорогих сегментах, потому что там много банковских сотрудников, много, так сказать, менеджеров компаний, у которых там определенный дресс-код. Вот, я тоже об этом хочу сказать. Да, а вот в более демократическом сегменте, соответственно, там спроса практически не было. Вот сейчас он есть. Есть? Есть, да. Вот, с точки зрения развития, мы еще, кстати, планируем запускать один бренд. Вот, это будет женское и мужское белье, это бельевой бренд. Вот, планируем его вводить в 2013 году. Поэтому здесь перспективы у нас достаточно нормальные. Я думаю, этот бренд тоже будет востребован и тоже понравится нашим потребителям. Ну, наверняка. По крайней мере, у вас есть опыт успешной реализации вот этой идеи. Я думаю, что, конечно, все это будет результативно. Тем не менее, все-таки давай еще раз мы повторим, если может, в какой-то степени, да, или проговорим, что же мешает, что же не дает возможности развиваться этому рынку, ну, я имею в виду, прежде всего, производство, да, одежды, именно в стенах Российской Федерации, а не, соответственно, приглашать зарубежных производителей на этот рынок. Ну, опять же, это просто высокая конкуренция на этом рынке и умение юго-восточных производителей производить это лучше, там, качественнее, быстрее, дешевле. Ну, слово «лучше» здесь ты сознательно употребил. Достаточно хорошее качество. Да, вот я вспомню, опять-таки, никого не хочу обидеть, но это, наверное, сразу после, на заре рыночной экономики в Российской Федерации появилось, наверное, по этой же причине много так называемых китайских товаров. Так называемых, ну, наверное... Да, раньше это был синоним плохого качества. Вот, об этом я и говорю. Сейчас, когда 90% товаров производится в Китае, да, и спутники летают из Китая, и машины китайские производятся, поэтому, в принципе, там, все, даже сиденья для BMW и Mercedes производятся в Китае, например, для машин. Вот, поэтому очень хорошие они делают товары, и очень хорошие делают одежду. Причем это те же самые, видите, да, вот, по сути, те же самые китайцы, которые то же самое делали в 90-е годы, там, в начале 2000-х. Ну, смотря что покупать. Ты можешь в Китае найти тоже некачественный товар, там, совсем купить дешевый, то, что продается на наших открытых рынках, например, да, это точно товар, купленный за 3 копейки. Хорошо, точно, говоришь ты. Наверное, у тебя есть какие-то параметры, по которым ты это сможешь определить, но, тем не менее, опять-таки, да, вот, бытует мнение. Я не могу сказать, что я лично столкнулся с этим, но, тем не менее, бытует мнение. Вот есть открытый рынок, как ты его называешь, не будем упоминать один из них, который уже канул в лето, что называется, но на его место пришел другое. Другое, да, пора бы и закрывать, я считаю, на самом деле. Я понимаю тебя прекрасно. Как раз там и производится, и продается все, что ввезено без каких-либо пошлин, я думаю, да, без каких-либо легальных правил, и куплен без сертификатов, а куплен непонятно где и произведен непонятно где, поэтому... И, тем не менее, смотри, вот такой вопрос я хочу тебе задать, поскольку ты, как профессионал, наверное, знаешь на него более-менее убедительный ответ. Вот считается, что товар, один и тот же товар, торгуется на открытом рынке, торгуется в магазине какой-то, так сказать, демократичной ценовой доступности и торгуется в элитном бутике. И говорят, что произведен он в одном и том же месте. Все три эти, точнее, товары. Да, да, ну там разное качество будет. Разное качество? Да, да, это не значит, что там в Китае все делают одинаково плохо. Нет, там есть прекрасные ткани, дорогие ткани, и все это работает, все это производится и потребляется в дорогих марках. Для средних марок они работают, для марок демократического сегмента, и для рынков, где совсем все дешево и одноразовые вещи. Там это все тоже есть на любой вкус и цвет, как говорится. Хорошо. Мы очень следим за качеством, у нас сложная система качества, поэтому наш товар очень качественный, выходит, имеет 3 уровня, даже 5 уровней проверки. Вот поэтому... То есть вот те люди, да, те, так сказать, предприятия, которые для вас шьют, для того, чтобы потом эта продукция появилась на ваших полках, да? Да, эти производители имеют там порядок определенной сертификации, вот утверждение, потом несколько этапов контроля. Вначале производство ткани, потом производство изделий, финальный контроль и так далее. Там дались процедуру сертификации, проверки на то, что это все безвредно и так далее, и так далее. Все красители там, ну, то есть миллион там проверок. Поэтому мы за качеством следим очень внимательно. Ну и в этом случае, да, действительно, тогда вот твоя фраза, что там дешево все, да, там быстро все, и там хорошо все, она наверняка уже, да, так имеет место на существование. Это действительно так. Потому что это так, да. Там можно произвести что угодно. И в каком угодно качестве. Да. Хорошо. И тем не менее, смотри, значит, мы говорили о проблеме, да, развития отрасли, ну, прежде всего, производственной ее составляющей в Российской Федерации. Ну, я не знаю, единственная вот эта проблема, о которой мы говорим, то есть невозможность конкурировать с более дешевыми производителями, ну, и более качественными, может быть, производителями. Если все-таки ее, ну, не закрыть на нее глаза, ну, так отодвинуть в сторону. Есть еще какие-то другие проблемы, которые мешают точно так же, или, может быть, больше мешают. Ну, конкуренция, она все-все включает, потому что это стоимость электроэнергии, стоимость рабочей силы, специалисты, умение трудиться. То есть в этом случае вот все, что ты перечисляешь, это неконкурентно для Российской Федерации. Да, и плюс немаловажный момент, что эта отрасль должна развиваться параллельно. Не просто вот швейные машинки, да, которые отшивают, а это тканевое производство. Оно должно быть близкое и должно быть, так сказать, должно быстро производить разного качества ткани. Это и фурнитура. И быстро трансформироваться, да? Да, и быстро меняться, там, перенастраиваться. И фурнитура, и вот эти финишные отделки, варки, краски и так далее. Это все должно быть целой индустрией, которая должна подниматься одновременно. Когда нет условий для этого, да, и нет необходимости, это все сделать, все достаточно тяжеловато. Необходимости нет, потому что всего достаточно ведется из-за рубежа. Ну, все это есть, да, все это есть. На глобальных рынках вот определили, что в этих пяти странах мы делаем это, а вот здесь мы делаем машины, например, да. Вот, а здесь мы, так сказать, производим компьютеры. Вот, ну, так мир сложился. Поэтому против течения я не думаю, что нужно идти кому-то. Вот, у нас есть, еще раз повторю, отрасли, которые... Да, есть чем заняться, есть чем заняться, да. Это нормально. Ну, в этом случае, да, остается только констатировать твое мнение прежде всего, что, наверное, развитие производства одежды, да, внутри Российской Федерации не очень ожидаемо и не очень логично. Ну, это же не самое главное, да, это рабочие места, но самое главное, чтобы наш потребитель, там, широкий круг потребителей, имея возможность купить то, что они хотят, да. Соответственно, вот мы занимаемся брендингом, созданием продукта, дизайном, его презентацией, мерчендайзингом, открытием магазинов. Вот, у нас много, у нас работает 3000 человек в компании, поэтому все эти люди задействованы. Мы создали 3000 рабочих мест, это уже неплохо, вот, в рамках одной частной компании. Вот, и будем дальше развиваться, да, в этом направлении. Производства, да, к сожалению, швей у нас нет. Да, но зато есть продавцы. Да, 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 понятно. Да, очень милые, милые, красивые работники. Да, тебе всегда ли они очень милые и красивые, потому что, наверное, это тоже проблема, ну, не исключительно, но и в том числе, да, российской действительности, когда человек, которым ты приходишь, чтобы купить услугу, причем я сейчас даже не беру исключительно какой-то магазин, одежды или продуктовый, это может быть где угодно, это может быть в банке, в страховой компании. Вот он не всегда милый и улыбчивый. Да, бывает, 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 бывает такая история, ну, это один из элементов работы в компании. Вот, кстати, да, каким образом? Это работа с кадрами, насколько они замотивированы, насколько, так сказать, люди подобраны, которым интересно это работает, прежде всего, да, насколько они общительные, насколько они доброжелательные. Это такая кадровая политика, как говорится. Это вместе с тем, да, вот, как ты говорил, что дизайнеров, да, или других специалистов мы выбираем. Да, тоже это один из пунктов бизнеса, чтобы, так сказать, фронт офис, как мы говорим, люди, которые общаются с непосредственно с потребителем, они были вежливы, они хорошо знали продукт, умели рассказать, подобрать человека, то есть быть профессионалом. Потому что у нас как-то считается, что работа продавца это такая работа низкоквалифицированная. На самом деле это не так, то есть надо знать там и формы, и коллекцию надо знать, и все надо знать про ткани, про посадку, видеть фигуру человека, что ему лучше идет, не идет. Вот, ну и вообще быть позитивным, общительным человеком, да. По большому счету, ведь это действительно, для этого нужна высокая квалификация, потому что прежде всего ты работаешь с человеком. Итак, друзья мои, я вынужден констатировать, время наше заканчивается, я благодарю моего сегодняшнего гостя Александр Попов, председатель Совета директоров компании «Модный континент», управляющий сетью магазинов «Ин-Сити». Успехов в бизнесе, Саш. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...